Наш эфир продолжает город сегодня. Здравствуйте! С началом учебного года возрастает опасность детского травматизма. Многие дети ходят в школу без сопровождения взрослых и рискуют попасть под машину. Более 60 детей пострадало в этом году в дорожно-транспортных происшествиях. И чтобы напомнить ученикам об опасностях, которые угрожают им на улице, полиция и медики проводят общую профилактическую акцию. С появлением видеорегистраторов свидетельств того, как пешеходы и водители пренебрегают элементарными правилами, стало хоть отбавляй. В столкновениях бывают виноваты и водители, которые невнимательны зачастую не пропускают пешеходов, и сами дети, которые перебегают близко перед автомобилем или пересекают дорогу в неположенных местах. До 10 сентября в октябре продолжается декадник по профилактике подобных происшествий. Добровольные помощники полиции в лице старшеклассников показывают младшим, как вести себя на дороге там, где есть светофор и там, где его нет. Ученики 51-й школы-гимназии провели практический урок на перекрестке между 11 и 12 микрорайоном. Один из организаторов акции ТО «Арасан-Актьюбе», который занимается проблемами формирования здорового образа жизни. У нас в студии начальник отдела «Арасан-Актьюбе» Алмагуль Айткулова. Здравствуйте, Алмагуль. Итак, как часто вы проводите подобные акции? Ну, я хочу сказать, что вообще в регионах нашей республики с 1 по 10 сентября проводится декадник по профилактике дорожно-транспортного травматизма под девизом «Внимание, светофор». Если остановиться на статистиках, есть данные Всемирной организации здравоохранения, которые выделили пять факторов риска, влияющих на дорожно-транспортное происшествие. Это, конечно, превышение скорости, управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии и неправильное отношение к различным средствам защиты, такие как мотоциклетные шлемы, ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Вообще эти акции как-то помогают? Влияют ли они на тех же подростков, детей? Я так думаю, влияют. Почему? Потому что вот если сейчас сказать, декадник он проходит, как раз тот момент времени, когда идет поток наших школьников в своей школе. Естественно, мы хотим предупредить об этом и работать с детьми. И проводим различные тренинги, акции. В основном контингент у нас дети, школьники, дошкольные учреждения. Ну вот сами школьники, как они реагируют на то, что вы им объясняете? Говорите, ребят, нам нужно переходить в положенном месте дорогу. Или же так реагируют. А нам не нравится, пойдем мы там, где нам нужно. Или мы все знаем, зачем мы нам объясняем. Вы знаете, помимо того, что мы сами объясняем, у нас есть видеоролики для различного возраста детей, все различные. И помимо того, мы вовлекаем в наши же семинары самих же детей. То есть по принципу равный-равному тот же подросток. Вот, допустим, у нас в нескольких школах города имеются юные патрули. По 8-10 детей. Каждая школа готовит своих детей. У них есть свои формы, вот эти жезлы. И мы стараемся театрализованно по возможности их провести, когда сами дети объясняют своим же таким же сверстникам или более младшему контингенту детей, как правильно переходить дорогу. Я так думаю, как говорится, в ролевые игры входят дети. Тот как бы переходит, тот как бы его ловит и так далее. Я так думаю, интересно и запоминающее это бывает. И так думаю, что это не бесследно проходит для детей. Ну а вот как вы сами считаете, подобные акции как часто нужно проводить? Вы знаете, вообще, конечно, несколько раз в год проводятся такие акции. Если сейчас у нас проходит сентябрь декадник, то в апреле месяце у нас прошел месячник по профилактике дорожного транспорта и травматизма. Конечно, работает не только Туарасан по этой проблеме. Обланов с нами работает, Горанов. Конечно, мы очень тесно работаем с местной полицейской службой ДВД города. То есть все заинтересованные органы, которые в этом направлении, мы стараемся вместе работать и совместно такую работу проводить. Но вот после этих акций уровень травматизма меньше стал? Вы знаете, я не скажу именно после этих акций, да, или каких-то. Просто есть такая статистика, что в 2015 году меньше уже уменьшилось, как нам говорили по данным ДВД, да, и смертность, и инвалидность, и аварийность уменьшилась. Хотя, если сказать, вот ежегодно, по данным научно-исследовательского института травматологии, ортопедии, ежегодно по дорожно-транспортным травмам погибает около 3000 людей. 25 тысяч людей получают все или иные формы повреждения, степени, да, и тысячи из них остаются инвалидом. И, к сожалению, нужно сказать, что тот же контингент вы ввели, получается, молодой возраст от 15 до 44 лет в основном, и каждый погибший третий – это пешеход, к сожалению. А вот скажите, с какого возраста нужно начинать работу с детьми? – Я хочу сказать, что как можно более с раннего, когда ребенок уже, может быть, пошел и самостоятельно начинает ходить. То есть эти работы уже проводятся с детских дошкольных учреждений, и, естественно, дальше, конечно, больше. – Мы все видим, что и взрослые нарушают правила дорожного движения, перебегают дорогу в неположенных местах, переходят неправильно. А вот вы им, взрослым людям, разъясняете? – Конечно, помимо того, что мы работаем с детским контингентом, мы ходим и по предприятиям, по учреждениям, и, я же говорила, мы проводим совместные рейды. Допустим, у нас сегодня тоже прошла такая хорошая акция совместно с местной полицейской службой на пешеходе крупном по 12-й микрорайону остановка, где отсутствует светофор, пешеход, знаете, такая большая, там очень много людей проходит. Сегодня юные патрули 51-й школы, наши специалисты, проводили эту акцию «Внимание, светофор». Старались объяснить каждому, кто не умеет проходить, значит, объяснить, перевести, помогали. И, естественно, наши специалисты, мы как говорим, у нас есть специальные брошюры по профилактике травматизма, не только, конечно, дорожного транспорта, но и различных других видов травматизма. Ну, Магуль, спасибо, что пришли в нашу студию. Надеюсь, поменьше будет у нас непослушных граждан. И будем жить счастливо и спокойно. Одним достаточно знать правила, чтобы их соблюдать, на других никакие разъяснения не действуют. Тут помогут только штрафы. И то, и другое уже есть в арсенале патрульной полиции. Но в данном случае главное ведь не деньги, когда вопрос идет о здоровье и жизни человека. Напомните вашим детям еще раз о том, что осторожность никогда не повредит. И пусть вас минуют аварии и дорожные происшествия. У нас на сегодня все. Не забывайте делиться информацией на сайте rikotv.kz и в социальных сетях. Город сегодня рядом с вами всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова